Добрый вечер, уважаемые участники портала Чипмейкер. В данном видео я хочу вам продемонстрировать свою установку микродугового оксидирования. Состоит она из непосредственного источника питания, в котором независимо задаются анодный и катодный ток. Также в данной реализации возможно задавать частоту в диапазоне, не знаю видно или нет, от 50, 100, 250 до 500 Гц. Процесс микродугового оксидирования происходит в электрохимической ячейке, находящейся за заградительным устройством, изолирующим. В данный момент в ячейке установлено в качестве обрабатываемого детали кусок проволоки диаметром 6 мм. Ну там загнутым определенным образом, для получения площади порядка 100 см квадратных. Ячейка снабжена рубашкой водяного охлаждения. На передней стенке имеется иллюминатор для наблюдения за микроразрядами. Пока разряды не горят, ничего не видно соответственно. Охлаждение электролита происходит путем пропускания холодной воды по подводящему и отводящему шлангу. Температура фиксируется датчиком температуры и с помощью реле температуры происходит отпирание электроклапана и подача воды в рубашку ячейки. Помимо источника питания и электрохимической ячейки, в системе есть устройство для регистрации записи параметров процесса. Это токов положительного и отрицательного и соответствующих напряжений. В данном случае система еще не упакована в коробочку, она находится в процессе отладки, но в принципе уже вполне работоспособная. Также кривые токов и напряжения будут отображаться на двухлучевом осциллографе. Сейчас видно окно программы, в которой происходит запись и отрисовка кривых процесса. Давайте начнем процесс. Закрываем дверцы, чтобы никого не убило током. В качестве примера я выбираю частоту 250 Гц. Включаем систему регистрации. После включения системы регистрации можно включать непосредственно блок питания и выставлять требуемые величины токов. Ну, допустим, поставим 300 мА. Это в средних значениях. И тут, например, тоже 300 мА. Появился характерный звук. Через окошко мы все-таки откроем шторки эти. Видно, что процесс идет. Посмотрим на осциллограммы токов и напряжений. Верхняя кривая – это кривая напряжения. В данном случае это анодный импульс напряжения. Это катодный импульс напряжения. Это кривые токов. Вот анодный импульс тока. Вот катодный импульс тока соответствующий. То есть, изменяя силу тока, в данном случае анодный, видно, как увеличивается высота полочки. Или уменьшается. Первоначальный пик и треугольная форма катодного импульса тока связаны, в основном, с особенностью протекания микродугового оксидирования. Вот, например, я уменьшаю катодный ток. И пик в анодном импульсе тоже уменьшается. Вот, например, я выключаю катодный, и все исчезает. Ну, тут синхронизация срывается, но не страшно. Катодный ток также влияет и на горящие в этот момент разряды. Вот сейчас видно, что разряды такого белесого цвета, слегка, такого-то там, немного желтоватые. Вот я добавляю катодную, то катодный ток. Характер движения микроразрядов сразу изменяется, и цвет становится оранжевым. Повышаем еще. То есть, не по достижении какой-то величины катодного тока, а разряды практически гаснут. Ну, я чуть-чуть убавлю анодного. Вот, добились погасания, практически полного погасания разряда. В данном случае такие параметры. Вот у нас как идет наш процесс. Что самое удивительное, в таком практически безразрядном процессе получаются очень толстые покрытия. Но весь процесс я вам покажу в конечном виде. Наси все.